Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня расскажу о своем уходе за лицом и за волосами. Естественно, у меня это уже все сменилось. И давайте начнем. Заказ делала на Евроше. Это не реклама. Опять-таки, все куплено за мои деньги. Поэтому, как бы, чисто свой отзыв, честный отзыв. Поэтому, вы знаете, если вы смотрите, подписаны на мой канал, вы знаете, что Евроше я пользуюсь очень давно. И история у меня такая, что я бегаю, использую какие-то другие крема, других ферм, других производителей. Но в итоге, потом снова возвращаюсь к Евроше. Тоже линейки меняю в Евроше. Ну вот, на этот раз я взяла вот такую вот линеечку антивозрастную сывороткой и крем. Давайте начнем с сыворотки. Сыворотка 30 мг. Хорошо увлажняет кожу, хорошо питает. Но хочу заметить, что сыворотки в Евроше заканчиваются как бы быстренько. Дальше баночка стеклянная, если кого это интересует. Здесь вот помпа поворачивается и назад поворачивается, чтобы как бы не вылазило лишнее. Вдруг, если где-то что-то нажмется, есть ограничитель. Вот. Что касается крема. Крем имеет отдушку. И, ну как бы, я не скажу, что она, ну немножко навязчивая. Немножко навязчивая. Но она, когда вы этот крем наносите на лицо, она со временем, то есть вы потом его не слышите, ее отдушку не слышите. Крем тоже хорошо питает, увлажняет. Не остается, конечно, если вы смотря какой слой нанесете, не остается сверху кожи. Знаете, как бывает. Вот сестра моя взяла красную версию. И ей почему-то крем, вот, или она слишком много его нанесла, или же он остается, говорит, на поверхности. Поэтому нужно еще правильно наносить крема, не перебарщивать с ними. А может, действительно, как бы, я крема из красной серии не пробовала в Ивраша еще. Вот. Вот эта серия мне понравилась. Ну, очень понравилась. Она лицо, я не скажу, что она морщинки убирает, но лицо становится, вот кожа, да, на лице становится более такой разглаженной. Уходят вот эти вот покраснения какие-то. Ну, то есть, встаешь с утра, и кожа хорошо выглядит. Вот. Вот такая вот версия. Кто, может, пользовался или пользуется, расскажите свое впечатление об этой серии и, в общем, о марке Евроше, как она вам. Дальше. Дальше заказала. Это что касается лица. Что касается волос. Взяла вот такой вот, по отзывам там смотрела, взяла вот такой вот шампунь для восстановления и кондиционер. Шампунь 300 миллиграмм, кондиционер 150. Значит, что я могу сказать по поводу этих вот шампуней. Они достаточно бюджетные, поэтому, как бы, пробовать, экспериментировать можно. Она не... Вот шампуни, они не хуже, допустим, масс-маркета, который вы покупаете в магазинах, да, там, то ли лореалевские шампуни, то ли там Head & Shoulders, то ли там еще какие-то. Не хуже Дав, там, например. Ну, я не скажу, что вот там, я читала отзывы, что прям эффект, как после салона, нет. Такого эффекта нету, во всяком случае, на моих волосах. Но, значит, по ощущениям, да, и на вид волосы более здоровые. Их как-то больше, они... Ну, вот много их волос, и такой вот здоровый, вы можете видеть, вот здоровый такой блеск. Хотя вот эти вот волосы, они у меня очень-очень перепалены краской, и они уже у меня, как бы, я жду, когда отрастет, чтобы их пообрезать все-таки. Но даже они у меня, видите, блеск идет. То есть, неплохо. Для такой цены, конечно, там, не помню, что-то до 100 гривен, на моих волосах работает хорошо. Опять-таки, нельзя сказать, что они подойдут, вот эта вот линейка всем подойдет. То есть, вот, сестра тоже попробовала, ей не понравилось вообще. То есть, поэтому мне понравилось. Ну, то ли покупать какой-то лореаль, да, допустим. Не какой-то, мне вообще лореаль нравится. И, ну, то есть, экспериментировать можно. Вот попробовала, скажем так, и не плохо, и не так, что прям вау. Нормально. На четверочку. Дальше. Вот эти вот продукты я заказала, и мне в подарок пришел крем. Он уже идет такой питательный. Я не могу вам показать, потому что я его отдала маме, хотя он мне очень понравился. Он дневной, такой вот в коричневой баночке. Но он идет уже для возраста, хотя я никогда не смотрю, вот, что пишется там, на какой возраст. Я смотрю по свойствам, то есть, питание, увлажнение и тому подобное. Вот тот крем хорошо питает. В него там входят много разных масел. И он действительно такой прям питательный, хотя он дневной. Но вот как ночной его использовать, вот как мне, например, было бы хорошо. И в другой раз я, скорее всего, его закажу как ночной крем. Хороший. Я его, повторюсь, отдала маме. Тот крем пришел в подарок. Потом вот такое вот масло из вот этой же линейки восстановления. Вот что касается масла. Масло мне понравилось. Здесь написано, что его, как его использовать, его нужно использовать перед началом, когда вы хотите помыть голову, вы нанесли за полчаса до мытья волос и под шапочку там или полотенце. И походили. Затем помыли голову и все. Значит, что он содержит? Масло жажоба. Так. Плохо написано. Бабасу. И макадами. Вот. Если я правильно прочитала, здесь вообще-то на украинском написано, поэтому я... Бабасу, по-моему, написано. Вот. Но как я использовала его? Я его использовала и перед мытьем, и после мытья. Но после мытья я уже вообще капельку на ладошку капнула, разнесла вот так, растерла между руками и сразу нанесла прям на кончики, а затем по всем остальным волосам, вот чтобы основная масса именно перешла на кончики, а затем вот как бы не сильно, чтобы жирнилась. И мне очень понравился, понравилось эффект. Все вместе вот оно вот дало вот такие вот живые, блестящие волосы. Насчет шампуня не знаю, буду заказывать или нет, но вот маселка я, конечно, буду заказывать. Мне понравилось. Оно намного лучше, чем вот у меня есть масло, по-моему, или Шварцкоп, или Гореньер, потом масло Лориаль, вот вы знаете, вот такие в стеклянных бутылочках было вообще, от них все были как бы в восторге. Мне оно не очень понравилось. А вот это масло классное. Вот что я могу посоветовать, это вот масло могу посоветовать. Вот эту вот линейку крема и сыворотки тоже могу посоветовать, потому что нравится мне. Насчет вот шампуня и бальзамчика, ну, так, как бы, ну, так, нормально. Пойдет, скажем так. Вот, и еще духи мне пришли в подарок. Запах не взяла я их сейчас себе, не хочу бежать за ними. Запах, аромат ландышей. Кому понравится, не знаю. Моей сестре не понравилось. Она говорит, ну, ландыши пахнут, как бабушкины духи. А мне, например, я люблю запах ландышей, я именно пахчусь дома и хожу, наслаждаюсь. На выход, конечно, я их не использую, потому что, ну, все-таки слышно, что это недорогой запах. То есть, ну, вот такой запах ландыша. Вот, чистый запах ландыша. Вот. На этом все. Напишите обязательно, если вы пользуетесь брендом Evroche, может, там, декоративную косметику покупали, использовали, может, уходовые средства какие-то. Напишите, чем пользуетесь вы или пользовались, как вы относитесь, как вам оно понравилось, не понравилось. Я буду очень рада вашим комментариям. До новых встреч. Увидимся. Пока.